В прошлом году в Новосибирской области было сдано в эксплуатацию 13 долгостроев. Но, к сожалению, в списке проблемных еще продолжают оставаться 59 площадок. Когда Новосибирская область обнулит эту проблему, неизвестно. Во всяком случае, по мнению министра строительства Ивана Шмидта, в ближайшие годы эта ситуация с долгостроями только усугубится. В любом случае, обманутых дольщиков нам делать некуда. Надо их обязательно, их проблемы решить. Поэтому сложно, но что теперь делать? Сложно, но что теперь делать? Именно так о необходимости решения проблем обманутых дольщиков на недавнем пресс-брифинге в Интерфаксе заявил Алексей Калмаков, заместитель министра строительства. Основная надежда на решение застарелой проблемы, которая постоянно формирует в регионе и протестную повестку, связана с созданием Федерального фонда помощи обманутым дольщикам. Его региональное отделение теперь функционирует и в Новосибирской области. В этом году в бюджете области предусмотрено 279 миллионов на достройку управленных объектов. Это беспрецедентная сумма. Она позволит привлечь для достройки из федерального бюджета порядка миллиарда 16 миллионов рублей. Общая сумма будет порядка миллиард 300 на достройку. Такого еще никогда не было. Это действительно беспрецедентная сумма, которая выделена на завершение региональных долгостроев. Но очевидно, что и она не покроет необходимого дефицита средств. Предварительный расчет необходимой денежной среды для завершения порядка 15 миллиардов рублей. И все понимают, если сумма будет составлять порядка миллиарда в год, срок растянется на 10 и более лет. Отдельная тема – это прогнозы, которые в разное время давали высокопоставленные чиновники относительно того, когда вопрос долгостроев будет окончательно обнулен. Еще в 2011 году тогдашний президент Дмитрий Медведев называл финишной точкой, когда проблемы обманутых дольщиков по всей стране будут решены, 2012 год. В августе 2014-го вселять надежды в сердца обманутых людей пытался тогдашний министр строительства и ЖКХ Новосибирской области Денис Вершинин. Я рассчитываю, что мы обязаны решить эту проблему по 2016 год. А вот прогноз нынешнего министра строительства образца 2015 года. По тому плану, который прогнозируем мы на сегодняшний день, то есть мы с 2017 годом должны закончить полностью, целиком. Уже вскоре Иван Иванович поправил самого себя. Вы все-таки верите в этот дедлайн? Он реалистичен? На сегодняшний день, боюсь, что навряд ли. Тогда министр определил годом обнуления этой проблемы 2020-й. До конца этого года осталось меньше 10,5 месяцев. Ваш прогноз сбудется или нет? Значит, ну, пометую ваш спич, не буду давать прогнозы я теперь, потому что, значит, мы предполагаем, да, Бог его располагает. Но самым оригинальным ноу-хау по мониторингу проблем обманутых дольщиков разродился полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. На совещании полпредствия в апреле 2018 года он заявил буквально следующее. Мы со своей стороны сделаем независимый контроль. Это нормальная аэрофотосъемка или космическая съемка. На всех территориях наших субъектов Российской Федерации такая съемка будет проведена по всем недостойным. Какими из космоса полномочному представителю президента видятся недостроенные объекты, мы так и не поняли. Возможно, по мнению Сергея Миняйла, сведения это строго секретные, и нам об этом, дорогой зритель, лучше не знать. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова